Вопросы 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 Зачем и почему эта провокация произошла Какие технические проблемы Которые объясняют Те или иные факторы Поражения этого самолета Тем или иным средством Возможности поражения этого самолета Силами самообороны Или России Или киевских властей Вот эти вопросы Хотелось бы конечно обсудить На нашем сегодняшнем Большом таком совещании Я как президент Академии Буду останавливаться На вопросах политических и геополитических Есть целый ряд признаков Которые свидетельствуют о том Что вот эта акция По уничтожению Боинга В определенной степени планировалась Основаниями для такого заявления Могут служить следующие признаки Во-первых Боинг 777 Обладающий исключительно точной системой Место определения в воздушном пространстве Как говорят пилоты с точностью до 10 метров Подпланился от маршрута Выйдя из назначенного коридора Более чем на 14 километров И сделано это было по указанию Украинских диспетчеров Под руком это был Кимаков Все документы Связанные с переговорами Украинских диспетчеров С этим пилотом Были изъяты Что являлось грубейшим нарушением Международного права И КАУ То есть это являлось Недопустимым действием Что также свидетельствует о том Что было что прятать Российская сторона была обвинена В гибели этого самолета Силы самообороны были обвинены В гибели этого самолета Буквально немедленно После того как это произошло Что также является признаком Свидетельствует о том Что это была заготовка Которая предполагалась Что с больной головы Нас дорогу перебросили Важными нюансами Которые дают основания предполагать Что этот Боинг Позвали определить Каким средством был сбит этот Боинг Свидетельствуют о том Что явление относится следующее Первое Было обнаружено собственно старта Вот этой ракеты То есть ракета с наземных Пусковых установок типа Бук Дает мощный инверсионный след Дымный след Который довольно длительное время Держится в атмосфере Его никто не видел Хотя район достаточно густонаселен По оценкам авторитетных экспертов В частности Генерал майора Круша Который дал в интервью Газеты ВПК Он указывал на то Что характер повреждений самолета Свидетельствует о том Что там не было применена Характерная для ракет Класса Земля-Воздух Боевая часть С поражающими элементами Компактного типа Там поражающими элементами Были обнаружены По формальным признакам Либо снаряды авиапушки Либо Следы поражения Стержневой боевой части Характерной для применения Ракет класса Воздух-Воздух Не было зафиксировано Средствами российской радиоизведки Фактов работы Станции ЗРК Бур Таким образом Мы можем говорить о том Что Есть все основания Предполагать С очень большой вероятностью Что этот бой Был сбит Именно Зенитной ракетой Класса Воздух-Воздух Украинского истребителя Если говорить о той трагедии Которая случилась В небе Украины Можно задать один вопрос Самый главный Вы про Дестов Говорили Римляне Кому это выгодно Россия Ополчение Украина Или США Задайте сами себе Этот вопрос Кому было выгодно Сбивать Высотную цель Которая По всем параметрам Не угрожала Ни России Ни ополчению Если внимательно Посмотреть Пресс-конференцию Которую давали Представители Генерального штаба Российских вооруженных сил То становится понятно Что их выражение Их позиция Наиболее убедительна Не является убедительной Ни позиция Соединенных Штатов Америки Не является убедительной Позиция В твиттерах И прочих Блогах Представителей Правительства Украины И Можно склониться К двум Версиям Первая версия Ну как вы сами Прекрасно понимаете Мы с вами Здесь не обладаем Всем тем Массивом информации Одним не обладаем Другого нам просто Не дают Не предоставляют И вероятнее всего Не предоставят Никогда Сия тайна Великая Есть Вот Можно склониться К двум версиям Первая версия Это Самолет Боинг 777 Малазийских Авиалиний Был Уничтожен Ракетой Воздух Воздух Либо Ракетой Воздух Воздух И пушечным Вооружением Другого Самолета Который Не установлен Вторая Версия Что данный Самолет Гражданский Боинг С 997 Человеками На борту Был уничтожен Ракетой Земля Воздух Предположительно Комплекса ПВО Сухопутных Войск Бук Если говорить О принадлежности Этого Комплекса Давайте Проанализируем То Что нам Предлагает Американская Сторона Вначале Было Утверждение Стопроцентное Что это Сбили Ополченцы С Помощью Российской Федерации Потом Было Утверждение Что это Российская Федерация Потом Было Утверждение Что Российская Федерация Здесь Ни при чем А сбили Ополченцы Случайно И непреднамеренно Сейчас Последует Следующее Утверждение Что Сбили Случайно И непреднамеренно И страна Не установлена И потихоньку И потихонечку Применем Санкции Применем Расследованию Авиационных Происшествий В том числе Катастроф И Хочу Сказать Что Конечно Нам не дает Сейчас Полная Информация То Что происходит На Украине И вокруг Украины В связи С гибелью Самолета Все Можно строить Только На косвенных Предположениях И Здесь По Именно Тем Картинкам Тем Собственно Говоря Высказываниям Можно предположить Что Самолет Самолет Никоим образом Не мог Быть сбитым Сбит Ни российскими ПВО Ни повстанцами Если Простите меня Умножить Высоту На скорость Полета То Приблизительно От Донецка Этот Самолет Был Сбит На Удаление 180 Км Что-то Около Того По Характеру Обломков Которые Были Найдены На Огромной Площади Это Говорит О том Что Самолет Развалился В воздухе По Тем Фрагментам Которые Нам Показали Это Действительно Обшивка Поражена Стержневыми Предметами И Здесь Уже Говорить О Каких-то Обвинениях Глупо И Сейчас Украина И Соединенные Штаты Просто Мечутся В В этом Капкане Лжи Которые Они Сами Себе Поставили Другое Дело Что Непонятная Ситуация С Нидерландами Я думаю Что ИКАО Как Наиболее Авторитетная Организация Куда Входят Более Двухсот Стран Нидерланды Которые В первую Очередь Заинтересованы В расследовании Почему-то Передают Черные Ящики Красного Цвета В Лондон Мотивирует Тем Что Эта Организация Сто лет Разбирает Всяческие Катастрофы Поэтому Действительно Я согласен Истина Будет Восстановлена Но Когда Когда Это Произойдет И Здесь Напрашивается Горький Вывод Что Хотели бы При всех Явных При том Явном Вранье Которое Сейчас Существует В эфирах В интернете В выступлениях Официальных Представителей Во всем Этом Чувствуется Злой Замысел И Я полагаю Что Этому Самолету Уготована Была Действительно Судьба Герцога Фердинанда Или же Операция Глявица И именно Это Было бы Поводом Для Серьезных Военных Столкновений И Возможности Изменения Экономических Санкций На Определенные Серьезные Военные Действия Где Украина Стала Тем Пушечным Мясом Которая Начала Убивать Своих Братьев Славян Вопросы Связанные С Нюансами Поражения Этого Самолета Боевыми Частями Ракеты Достаточно Подробно Рассмотрены У нас И Какой-то Данных Дополнительных Нет Вот Иван Анатольевич Вот Вы Как Вице-президент Первый Вице-президент Российского Союза Инженера У вас По этому Тему Что Вы Можете Создать Может У вас Какие-то Материалы Есть Свои Может Вы Можете По Каким-то Дополнительным У вас Есть Данные Ну Еще Я Добавил Что Те Снимки Которые Имеют Место Быть Показаны По Телевидению Видеокадры Они Указывают На То Что Места Поражения Этого Самолета То есть Пробоины Имеют Загибы Вовнутрь Это Значит Что Поражающий Элемент Был Извне Это Первое Соответственно Здесь Мы Можем Отместить Такой Технический Вопрос О том Что Самолет Был Взорван Изнутри Например Каким-либо Террористом Потому Что Если Извнутри То Тогда Пробоины В самолете Имели бы Загибы Наружу Значит Снаружи Это Четко Это Первое Второе Для того Чтобы Сбить Значит Американская Украинская Сторона Не Подтверждают Наличие У Украинцев У Повстанцев Самолетов И Мы Все Знаем Что Их Нет Значит Взлететь На Самолете Повстанцы Не Не Могли Подлететь К Этому Боингу И Делать Выстрел Ракеты И И Если Бы Это Было То Они Должны Были Показать Где-то Аэродром С Которого Могли Стар Могли Стар Стар Куда Он С И Так Далее Значит Этого Нет Значит Самолетом Мог Воспользоваться Только Тот У Кого Он Есть А В Этой Местности Если Брать Радиус Подлета К Точке Атаки Самолеты Были Только Украинские Боэры То есть Ни Один Басамолет Не Мог Были Подлететь Из Другого Места Потому Что У Ее Не Хватило Баков Был Ли Это Выстрел Из Бука Вот И В общем То Выстрел Из Бука Сопровождается Не Только Пороховым Инверсионным Следом Но И Сам Пуск Бука Это Весьма Шумное Мероприятие Плюс Инверсионный След Который Начинается От Земли И До Момента Столкновения Самолетом Уже Ракета Или Подрыв Около Самолета То есть Большой Длинный Инверсионный След Таким Образом Получается Что Все Технические Вопросы Связанные С Поражением Этого Самолета Указывают На то Что Скорее Всего Скорее Всего Этот Самолет Был Поражен На мой Вгляд Из Авиационной Пушки Все таки Ну вот Об этом Мне кажется Говорят И Размер Пробоя На самолете Авиационная Пушка Делает Больше Тысячи Выстрелов В Минуту Вот И В общем-то В секунду Там На этом Самолете Что такое Секунда Выхождение Пальца На гашетке 500-700 Выстрелов Точно Это Достаточно Для того Чтобы Веером Поразить В середину Самолета И Образовать Вот Те Поражающие Элементы Образовать Те Пробоины Такого Размера Которые Мы Мне Кажется Что Это Наиболее Вероятный Вариант И Соответственно После Поражения Удалится В Неизвестном Направлении Сих пор Не опубликованы Переговоры Между Диспетчером И Командиром Корабля Потому что В этих Переговорах Тоже Может быть Зафиксирована Они Были Похищены СБУ С Диспетчерского Пункта Об этом Известном Это К сожалению Так Потому что Военный Самолет Истребитель Если Это Скажем Был Ми-25 То Его Приближение Гражданскому Самолету Тоже Определенным Образом Фиксируется Летчики Я думаю Могли Увидеть Летчики Боинга До Того Как Он Скажем Предположительно Открыл Атаку На Поем И Тоже Могли Что Об Этому Сказать Либо Об Опасном Приближении Либо Уже Поражение Поражение Гибель Самолета Может Произойти От Разных Вещей Внутренние Ситуации В самолете Террористические Акти Внешнее Поражение И так Далее Скорость Начало Обвинения Российской Федерации И Ополченцев Скорость Обведения Назначения Виновными В этом вопросе Она поражает Я абсолютно Уверен Что Если бы У американской Или украинской Страны Были Доказательства Вины Ополченцев В этом Событии Или Российской Федерации Они Были бы Растиражированы По всему Да Бесспорно 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 И уже Уже Уровень Санкций К России И уровень Давления На нашу Экономику Возвысился Б в разы Вот Но Меня Очень Напрягает То Что Они Не Показывают Ни одного Доказательства Хотя И спутник Был И переговоры Остается Вот только С этим Черным Ящиком Я боюсь Как бы Там Что-то Не было Подделано Может быть Будет И подделано И затерто Вот Я не сомневаюсь Но Есть Косвенные Признаки Говорящие О том Я их уже Называл Что По всей Видимости Эти ящики Уже Расшифрованы И видимо Там Что-то Подтереть Не удалось Потому Что За Достаточно Длительное Время Которое прошло С тех пор Пока Фальшивку Сделать Не смогли Ни американцы Ни Англичане Которые Взяли Эти ящики Время Прошло Много Обещали Материалы Предоставить В течение Двух дней Прошло Почти Неделя Вот Такая Интересная Картина Так что Тут Еще один Интересный Момент Но Это Еще Летчиков Попрошу Рассказать Вот Какой Нюанс Вы понимаете Самолет Су-25 На Которую Вешает На Этот Тип Самолета Гиппель Боинга 777 Обладает Блотно-техническими Характеристиками Такими Что Сбить Этот Самолет Скажем Так Более Чем Проблематично Самолет Ориентирован На Действие На Малых Предельно Малых Высотах Сильно Бронированный Из Раскет Воздух Воздух Имеет Ракету Только Р-60 С Дальностью Порядка Восьми Километров Боевая Часть Ракеты Маленькая Где-то Три с Половиной Килограмма Всего Лишь Это Ракета Высокоманевренного Воздушного Боя Для Подорожения Истребителей Самолет Довольно Большой Вот Поэтому Скажем Сбить Ракетой Вот Тем Более Сбить Пушкой Для Этого Надо Иметь Определенную Манерность И Неплохую Чтобы Изблизиться Занять Выгодную Позицию Вот Километров Он Шел На 10 600 То Естественно Шел Этот Самолет Истребитель Должен Подняться На Предел Своего Потолка На Этих Пределе Потолка Манерность Самолета Весьма Затруднена Любого Который Действует На Пределе Своего Потолка Су 25 И Должен Будет Действовать На Пределе Своего Потолка Наконец Предельная Скорость Самолета Су 25 По Всем Данным Составляет 950 Км Час На Оптимальной Высоте Оптимальная Высота Для него Где-то 6-7 Км Боин Шел Со Скоростью 906 Км Час То Есть Обеспечить Вывод Этого Самолета В точку Применения Оружия Как Это Всегда Делают Поволженники Очень Проблематично Просто Потому Что Разница Большая Вот И Вот У меня Складывается Впечатление Что Как Там Не Было Именно Самолета Типа МиГ-29 Истребителя Вот Потому Что Он Конечно Мог бы Решить Спокойно Эту Задачу Если Это Истребитель То Это Еще Больше Вина На Украинскую Фунту Поскольку Украинскую Правящую Власть Поскольку Киевскую Власть Потому Что Это Лишний Раз Подтверждает Тот Факт Что Это Запланировано Было Против Ополченцев Действует Именно Су-25 Украинский Для Ударов По Назельным Целям А МиГ-29 Там Не Нужны Истребители Воздушного Боя Я Хочу Сказать О Технической Стороне Вопрос Строго Значит Во-первых Понятия Сбитый Самолет Не Существует Есть Несколько Типов Поражения Самолет Есть Тип Поражения А Когда Самолет Сразу Прекращает Управляемый Полет Есть Тип Поражения Б Когда Самолет Управляемый Полет Может Совершить Уйти Из зоны Боя Допустим Но не Может Приземлиться Как это Было С одним Из Украинских Самолетов Су Есть Тип Поражения С Когда Самолет Уходит И Потом Еще Может Садиться Но Требует Ремонта Теперь Значит Как Происходит Общее Поражение Цели Ракета Подрывается В непосредственной Влизости От Самолета И Поражает Его Поражающими Элементами Должен Сработать Радиовзрыватель Сработать Боевая Часть И Самолет В этом Случае Накрывается Осколочным Полем Что Является Определяющим Для Анализа Вообще Когда У нас Есть Определяющим Является Угол Подхода Осколочного И Их Плотность Если Предполагать Что Он был Поражен Ракетой То Это Всего Скорее Поражение По типу Прекратил Управляемый Полет Если Он не Прекращает Управляемый Полет Он Еще Там Летел Длительное Время Я Посчитал Где-то 150 Км Он Пролетел В свое Время Когда Только Начинали Зенитные Ракеты Выпускать Поражающие Элементы Делались Большими Но Потом Посчитали Что Для того Чтобы Поразить Самолет Лучше Поражающих Элементов Больше Но Мало И Поэтому Сейчас В Буке В частности Там Поражающие Элементы Небольшие Я сейчас Не помню Размеры Но Это Размер Пуль И При Таком Накрытии Разрушение Как правило Ядов Не Происходит То есть Сам Может быть Система Управления Работает Но Конструкция Остается Целой Если Есть Угол Подхода Осколков Можно Сказать Это Элементы Поразил Вы не могли бы Рассказать Вот какие Моменты По вашей Точке Зрения Вот этот Самолет Ну То что Вы видели По телевизору Чем Он был Поражен Может Имело Место Прямое Попадание Ваше Мнение И Почему Было Разрушение Прямое Попадание Вообще Оно бывает Маловероятно По Расчетам Порядка Десяти По моему Процентов Даже Меньше Прямого Попадания Потом Прямое Попадание Это не значит Попадет Допустим Головную Часть Дело В том Что При Таком Движении Там Все Рассматривается В относительном Движении То есть Она Допустим Может И попасть Например В крыло Самолет Задеть Но Не Допустим Так Как Например Попадает Торпеда В какой Нибудь Аппарат Там Другая Потому Что Скорости Маленькая Там Скорости Большие Если Будут Друг Он Будут Скорей При ударе Показания Взрыв И разрушение Конструкции Самолета Все Таки Там 70 Килограмм Боевая Часть Да 70 Килограмм Но Как правило Я говорю При Таком Понимаете Там Прямое Попадание Может Быть Только Случай Если Радио Взрыв Не Срабатывает Что Было Причиной Такого Разрушения Самолета В воздухе Конкретно Если Допустим Вот Было Например Поражение Самолета Тогда Должны Быть Свиды Того Что Он Поражающий Элемент Или Спущий Угол Подхода Должен Будь С Хвовца Потом Еще Относительно Телее Эти Самые Записи Так Называем Черных Ящиков Или Бортовых Самописок Они Тоже Не дадут Полную Картину Они Допустим Дадут Только Например Нарушение Каких-то Параметров А Само По Себе Допустим Это Можно Потом Если Сопоставить Например Что В это Время Произошло Нарушение Параметров И В это Время Например Можно Посчитать Что Был Предположительно С этой Точки Пуск Ракеты Он Должен Лететь Столько Времени И Если Это Совпало Тогда Мы Можем Говорить О том Что Допустим Действительно Предположительно Был Сделан Пуск И Могла Поразить Ракета Самое Первое Что Надо Снять показания Элементов Что Поражено Под Какими Углами И С какой Плот Специалистов Не допустили Вот Самое Первое Что Надо Было Делать Вариант Чтобы Скажем После Обстрела В результате Возгорания Двигателей Такое Часто Бывало В годы Войны По Следующим Известно Это Дело Когда Самород Имеет Возгорание Возгорание Двигателя Возгорания Каких-то Портовые Даже Без Нарушения Целостности Корпуса По Прошествии Какого-то Времени Когда Пожар Достаточно Сильный В самолете Происходит Взрыв Топливных Бак С разрушением Корпуса Тогда Возможно Выпадать Один из Интересных Признаков Состоит В том Что Когда Прибыли Туда Ополченцы Показывали Этот самолет Там Ничего Не горело Такое Общение Что Топливо Куда-то Делось А Дело В том Что Самолет Шел Стартовал В Ластердаме Он Выжиг Не более 20% Топлива То есть У него У этого Боинга Запас 100 плюс 120 тонн Выгорело 20 тонн Где 100 тонн Топлива Это мог Быть Рыв В воздухе Значит Я понимаю Коллеги Но Дело в том Что Надо Учитывать Еще Следующий Мы Все Сошлись На том Что Самолет Был Сбит Поражен Не забывайте Что Он Шел На Высоте 10 1600 Метров Если Самолет Раз Герметизируется На этой Высоте Людей Просто Порвет Они Не смогут Дать СМС Он Продолжал Двигаться Но Он Уже Двигался Без Экипажа И Без Пассажиров Фактически Следующий Я полагаю Что топливо Так и осталось На месте Падения Потому что Керосин Это не бензин Не время Великой Отечественной войны И Керосином Именно Живым керосином Можно заливать пожар Взрываются Взрываются Пары Когда пустой Бак Он взорвется Гарантированно А так нет И Следующее Конечно Специалистов Не допустили Сейчас Идут бои Логическая Линия Совершенно Понят Разметать Все что угодно Почему Потому что Когда Самолет Падает Особенно На таких Площадях То Фиксируется Каждая Часть Которая Упала А дальше После Топографии Эти куски Начинает Собирать И Уже По элементам Начинает Смотреть Что же Все таки Случилось А так как Сейчас Киев Идет Этенсивные Бои То Это Действительно Цель Замести Следы Выдать Разрушение Самолета За Последствия Боевых Действий На земле Хорошо А что На эту Тему С позицией Людей Которые Там Непосредственно Боевые Действия Я думаю Что представители Юго-Востока Украины Которые Приехали Как говорится С места Буквально Боев Нам могут Рассказать Специалисты Активно Активно Бандитов Коломойского Наемников Частных Военных Комбаней Как Увидеть Профессионалов Ведения Войны Почему Этот вопрос Не праздновать Потому что С этой точки Можно Можно оценить Возможно Возможно Их Поражение Боинга Вы знаете Выучка Командования Войск Ну Я не думаю Что она На каком-то Уровне Хорошем По одной Причине Что Те подразделения Которые Непосредственно Украинские Жители То есть Западные Украины Которых Набрали Которые В армии Все Ну Не хотят Воюют В основном Наемники Это Коломойского Это Финны Это Грузины Это Те Кто По нам Попадается И мы Волей-неволей В ходе Своих Диверсионных Каких-то Операций Они нам Попадают Например Я же говорю Попасно Стоит 2 батальона Порядка 600 человек Что касаемо Например Самолета Что вы Здесь обсуждаете Мои близкие Люди Были В оцеплении Был у меня Телефон И разговар И было Общение Что Когда упал Самолет Был сразу Трупный запах То есть Я не знаю Обнародуется Не обнародуется Но очень большой Трупный запах Сразу изначально При падении Самолета И когда нашли Образно говоря В одном пакете Все паспорта Я так понимаю Мы все летаем Почему-то Паспорта у нас В каждом кармане А это было Надено В одном пакете Ну Там говорилось О том Что этот паспорта Вот находились Компактно В связи с тем Что там везли Какую-то группу Сильно больных Людей Поэтому Типа того Что у них Были паспорта Хотя конечно Все может быть И в том числе Вот момент такой Что Ну то понятно Что сильный Трупный запах Возник быстро Не может Молниеносно Как ведется Информационная работа С украинскими войсками Ведется Наверное вообще Со стороны нас С нашей стороны Или может Вы знаете Как со стороны России Как-то это делается Подтолго Даже хотя бы С вашей стороны Дело в том Что В свое время Это сыграло Определенную роль Вот И Скажем Развернуть Украинских бойцов В другую сторону Можно Хотя бы Просто разъяснение В этой позиции Я могу объяснить Одну вещь Например Американская армия Значительная Решающая степень Того Что американская армия Оказалась Недееспособной В Ираке И в Афганистане Первая операция Дистанционное поражение Это решение А дальше Поражение Сыграло свою роль Определенную роль Решающую Но определенную роль Доступность интернета Когда вот эти бойцы Американской армии Отчетливо поняли Что Американского интереса Собственно там нет Но есть там интересы Кланов бушей Там еще кого-то И так далее И поэтому они избегали Вот этих боевых действий И больше имитировали Военно-чем воевали Вот район падения Боинга Вот у вас тем более знакомые Там есть По вашим оценкам Он сейчас все-таки Под контролем силам самообороны Или там уже контроль взяли Вы знаете Как таково контроль Силам самообороны Там например Мы не можем взять за руки А родители Нет это понятно Я понимаю Ну то есть моменты Например если там появляется Какой-то отряд Там например украинский Местное население Дает знать Выскакиваем Отбиваемых Какие подходы Может были бы эффективнее Для того чтобы Давать правильную мысль И вести эффективную Информационную войну Против такого врага Вы знаете В интернете идут бои Ну я бы так сказал Не шуточные Бои эти ведутся Часто специально обученными людьми То есть это работают Специальные пиар-фирмы Часть из них находится В России Контролируемая Западными фондами И прочими Часть из них Находится непосредственно В различных Так скажем Сопредельных Недружественных государствах И вот эти Пиар-агентства Создают Регистрируют Аккаунты То есть странички Размещают там Просто чужие какие-то фотографии И от имени якобы Там этих людей Начинают вести Определенную Вот эту интернет Войну Опубликуют Разного рода Информацию Провокативную Какую-то Клевету Ну в общем Смысл в том Что далеко не всегда Когда мы видим Что вот какой-то Ну якобы Нам кажется Что это Такой ярый Украинский националист Да на самом деле Это может быть просто Абсолютно купленный Американцами Специалист У которого там С них сто страниц Он только целый день сидит Что и делает Пишет Разные сообщения Разным людям Огромная часть Населения Просто зомбирована И пребывает Вот в таком Агрессивном состоянии И поэтому Когда мы Говорим Что вот хотелось бы Работать там С аудиторией Ну с кем-то Можно работать А с кем-то Просто и нереально Потому что люди Настолько уже Вот напичканы Вот этой ненавистью Потому что Мы с вами Видим Те же кадры В доме профсоюзов Где наши Люди погибли Жестоким образом Были убиты Те же самые кадры Которые мы знаем Кто убил этих людей Распространяются там Как будто бы Это делала Россия Как будто бы Это российский президент Давал какие-то приказы То есть Настолько обнаглевшая Вот эта западная Манера Изворачивать Переворачивать Она конечно Воздействует на людей И очевидно Что многие Очень настроены Да И многие Очень настроены Очень озлоблены Мы в основном Эту проблему осветили Я думаю Больше Обсуждать мы не будем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok